современный автомобильный завод. Про машины, которые здесь делают, уж никак не скажут, что они народные. А где завод-то? Здесь мы всегда приветствуем наших гостей. Это лучший вид на то, что внутри, и на красоту снаружи. Наши садовники очень старались. Ну да, я заметил, что это больше похоже на музей, чем на завод. Мы себя заводом и не называем. Это ателье. Отсюда видно весь центр Дрездена, столицу самой изящной немецкой земли Саксонии. Здесь рядом знаменитый майсенский фарфор, и лучшие часовщики, и барочные сады. А снедалник пор, и мы стараемся соответствовать. Видишь, вся эта футуристическая лаборатория называется стеклянной мануфактурой. Здесь собирают самые дорогие модели фольксвагенов, представительские фаэтоны. Гудит, как улей родной завод. Помнишь песню такую? Почему вот наш человек так боится перед сдачей машины в ремонт? А ты знаешь, что с ней там будут делать, когда ты отдашь ее в ремонт? Не знаешь, вот все и боятся. И вот ГДРовским немцам, тем, что прежде на Волгах, Нивах ездили, это неприятное чувство, знакомо до боли. Поэтому, разбогатев и заново открыв для себя немецкий автопром, они предпочитают лично присутствовать при рождении своего автомобиля. Здесь, в Дрездене, это превращено в целое шоу. То есть ты хочешь сказать вот этот сайт покупателей, что ли? Да. Приветствую. А можно я вам помогу? Не надо. Я сам ремонтирую машину. У нас берут лишь с высшей квалификации, плюс дополнительное обучение. Я тоже раньше работал на Зиле, такие грузовики в России были. Там в инструкции было сказано, если кузов и шасси не сходятся, можно подбить кувалдой. Нет, у меня вот на пульте все инструменты. У вас здесь почти все автоматизировано? Наоборот, почти все – мой ручной труд. Вторую мировую Германия, может, и проиграла, зато все автомобильные с блеском выигрывают. Volkswagen сегодня – это немецкая Audi, чешская Skoda, испанский Seat, итальянские Lamborghini, Bugatti, британский Bentley, наконец. Все германская мощь и лекала. А национальные марки – скорее для маркетинга. Рядом с эдакой машиной времени и не верится, что задумывался Volkswagen, Гитлером и Porsche, как непритязательный автомобиль. Главное требовал фюрер, чтобы стоил не больше тысячи марок. Назвать народным сегодня Volkswagen можно не по цене. Стоимость этого – 140 тысяч евро. А по числу покупателей – VW крупнейшая в мире автокомпания. Главным потрясением для разведенного Владимира в Германии стала свадьба на немецком автозаводе. Это когда ходовая часть на всю жизнь соединяется с кузовом. Примерно вот так. Что скажут профессионалы? Не знаешь, чему удивляться, что собирают или как собирают. По-моему, пора на свежий воздух. А вон трамвай местный. Заводской. Это точно наш маршрут? А, подожди. А, все, уехал. Подожди, это грузовой. Как грузовой? Ну так, у них же раз завод в центре города. Чему выхлопами лишними загрязнять? Они возят запчасти на грузовом трамвае. Вот это потому, что деньги некуда девать. А где выход? Выход там. Это потому, что экологичность. Пойдем через лес. А может, у этих экологов еще засад найдется. Привет.